Оперативный штаб правительства Арцаха в Армении распространил сообщение о новом порядке автобусных рейсов Ереван-Степанакерт. С 28 июня пассажирские автобусы из Еревана в Степанакерт отправляются в 5 часов утра. Необходимо заранее записаться в очередь по телефону 010-56-53-70, а также сообщить о количестве багажа. Секретарь Совета Безопасности Арцаха Виталий Баласанян встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Арцахе Бертраном Ламоном. В ходе встречи обсуждались гуманитарные программы, осуществленные после войны, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Отмечается, что во встрече принимали участие глава МИД Арцаха Давид Бабаян и другие должностные лица. Неделя технологий в Арцахе 2021 состоится 3-5 июля в Степанакерте. В дни мероприятий, посвященных сфере информационных технологий, республика примет у себя в гостях более 1200 участников TechWeek Арцах, около 60 представителей местных и зарубежных организаций. Соучредитель и член Совета правления компании TCF Мариам Амбарцумян отметила, что основная цель организации мероприятий – поддержка Арцаха и его жителей. Участники своими глазами увидят потенциал и будут содействовать непрерывному развитию возможностей республики. «У нас уже есть компании, которые пообещали набрать там команды для дистанционной работы в сфере сервиса и IT», – рассказала она. Кроме того, в дни конференции планируется также открытие лабораторий «Армат» в населенном пункте Кармиршука Мартунинского района. Фермерское хозяйство жителя Степанакерта Бориса Саакяна после войны возобновило свою деятельность в пригороде Мартуни. Фермер рассказал о своей деятельности. «Я выращиваю арбузы с 2012 года, а мой отец – с 2000 года. Сразу после войны мы начали очищать землю собственными силами, а это 11 гектаров. В конце февраля, в начале марта мы подготовили теплицы, а затем вырастили рассаду на месте. Нас в хозяйстве 12 человек», – говорит Борис Саакян. Он также отметил, что первый урожай уже выставлен на продажу 20 июня, и результат можно считать удовлетворительным. 29 июня в 11 часов по инициативе президента Республики Арцах созвано внеочередное заседание Национального собрания. В повестку заседания включены два вопроса – внесение поправок в закон о правовом режиме военного положения и в Уголовный кодекс Республики. Предлагаемая поправка к закону о правовом режиме военного положения предусматривает использование имущества физических и юридических лиц для решения вопросов, возникающих из режима военного положения, если соответствующее имущество находится под юрисдикцией Арцаха. В Армении полным ходом идет реконструкция 18-километровой трассы Гарни-Ланджазад, которая позволит обойти трассу Север-Юг, снизив нагрузку на нее. С точки зрения развития туризма будет удобнее посещать места, пользующиеся повышенным туристическим спросом – Двин, Храм Гарни, Азадское водохранилище и Хор-Вираб, что значительно сэкономит время, проводимое туристами в дороге. Армянская компания по производству станков «Армпэк» освоила производство емкостей для брожения. Первая партия емкостей уже произведена по заказу «Хинсату Брензи». Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Совет Евросоюза одобрил подписание авиационных соглашений с Арменией. Эти соглашения откроют рынок авиаперевозок, предлагая новые возможности для потребителей и операторов. Они будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, а также экономическому и социальному развитию. Соглашения снимут рыночные ограничения и свяжут Армению с внутренним авиационным рынком Евросоюза, поскольку она примет авиационные стандарты и правила Евросоюза. Ожидается, что документы будут подписаны осенью 2021 года. Команда Армении на 33-й Международной Олимпиаде по информатике завоевала три медали. Олимпиада проводилась в онлайн-формате с 19 по 25 июня в Ереванском государственном университете. Соревнование, в котором приняли участие 355 школьников из 88 стран, был организован Сингапуром. Команду возглавили преподаватель факультета информатики и прикладной математики Ереванского государственного университета Армен Андреасян и магистр того же факультета Ливон Мурадян. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 30 до 30, в котором назвал имена самых успешных и перспективных людей в возрасте до 30 лет, включив в этот список американца армянского происхождения Арама Шатахтяна. 29-летний бизнесмен является соучредителем платформы CodeSignal, целью которой является поиск, развитие и продвижение технических и технологических талантов. Его платформа привлекла от инвесторов 12,5 миллионов долларов. Эксперты журнала рассмотрели более 15 тысяч кандидатов. Возобновлены авиарейсы по маршрутам Нур-Султан-Ереван и Актау-Ереван с частотой два рейса в неделю по каждому направлению. Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT на воздушном судне CRG-200. Убийство сотен тысяч армян в последние годы Османской империи остается взрывоопасной проблемой и сегодня. С таким заголовком вышла большая статья британской газеты The Week. От себя же добавим. Увы, ничего не поменялось. Мир равнодушно смотрел на зверства как сто лет назад, так и в наше время. Хотя само издание благодарим за память о зверствах турок в отношении христиан Османской империи. Предстоящее снятие Вашингтоном основных санкций против Ирана открывает широкие перспективы для активизации регионального сотрудничества. Армения, как ближайший сосед, может извлечь из этой оттепели существенные выгоды при наличии определенных факторов. Иранцы сейчас как никогда заинтересованы в том, чтобы усилить свое политическое влияние на Южном Кавказе. Укрепление позиций Анкары никоим образом не входит в интересы Тегерана. В том, чтобы выставить Турцию из нашего региона, заинтересованы как Иран, так и Россия. Именно поэтому есть большой потенциал для трехсторонней кооперации в формате Армения-Россия-Иран. С 5 по 12 июля в Загребе пройдет третий этап серии турниров по быстрым шахматам и блицу – серии Grand Chess Tour. Главным событием станет участие в нем 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. На турнир по быстрым шахматам в столице Хорватии приглашение получил Иван Шарич, по блицу – Каспаров. В общем зачете будет учитываться их суммарный результат. В Европе Каспаров сыграет впервые после официального завершения спортивной карьеры 16 лет назад. Представитель Армении Манвел Хэнзерцян вышел в финал молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе в немецком Дортмунде. На пути к главному поединку чемпионата армянский борец победил соперников из Греции, Италии и Швейцарии. В финале Хэнзерцян встретится с российским борцом-вольником Саидом Хункеровым. Армянский боксер Аванес Бачков завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Он стал 14-м армянским спортсменом, получившим путевку в Токио. Редактор субтитров А.Семкин